МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. За вклад в победу. Столицу Чувашии могут присвоить звание город трудовой доблести. Стартовал праздничный марафон. В Щебоксарах впервые прошел парад районов и городов к столетию чувашской автономии. Мастер на все руки. Мебельщик из Урмарского района создает полезные и красивые предметы интерьера в домашних условиях. Угрожает ли большая вода населенным пунктам Республики? Сегодня этот вопрос обсуждали члены комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ледоход на реках Республики уже начался. Так, на Цивиле уровень воды поднялся почти на метр. Если прогнозы метеорологов на стремительное повышение температуры воздуха оправдаются, то и снежный покров на полях растает в ближайшие недели. Экстренные службы перейдут в режим повышенной готовности. А пока специалисты проверяют состояние дамб. Очистка их от наледей и ледяных пробок в случае наличия атаковых водосборных и водоподпускных сооружений. К периоду половодья готовятся и специалисты Роспотребнадзора. В населенных пунктах, попавших в зону затопления, необходимо отобрать пробы питьевой воды в централизованных сетях, колодцах и скважинах, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. По данным исследований ДНДЕ 2020 года из источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано 50 проб воды. Из них несоответствующих проб выявлено в 20% случаев. Удельный вес несоответствующих проб ниже, чем за тот же период прошлого года. Были выявлены несоответствующие генетическим нормативам пробы воды из реки Сура в городе АллатР, из реки Волга в городе Новочебоксарск. Если качество питьевой воды не будет отвечать нормам, то необходимо подготовить альтернативные источники. Такое поручение властям на местах дал Олег Николаев. Идет рекомендация главам администрации осуществить подготовку альтернативных вариантов водообеспечения населения. Вот, Винянин, я думаю, что это все-таки более высшая задача. Под вашим руководством это все должно происходить. И уже сейчас отметил в Рио главы региона необходимо начать подготовку к пожароопасному сезону. На первый план выходит профилактическая работа. В главном управлении МЧС по республике рассчитывают провести рейды в частном секторе муниципалитетов в зоне риска Шумерля. Здесь немало пустующих бараков, которые горят каждое лето. Представители города взяли под контроль аварийные объекты. Их будут поэтапно сносить. Эти бараки действительно принесут беду, потому что рядом с ними другие жены дома, почти такие же деревянные, двухэтажные. В этом году мы снесли уже 14 бараков. В этом году, вот за первый квартал, мы снесли три барака. Будем изыскивать средства и предпринять все необходимые меры. Одной из причин пожаров в МЧС называют неисправные печи, камины и загрязненные дымоходы. Уход за ними, равно как и строительство новых, лучше отдать в руки профессионалов, отметил Олег Николаев. К обсуждению этой темы в Рио главы региона предложил вернуться позже. Дмитрий Ковалев, Валерий Лизюков, Республика. Со снегом тает и асфальт. Теплая зима в этом году сказалась на состоянии дорог в Чувашии. Больше всего пострадали региональные трассы. Как справиться с ситуацией, план действий составили сегодня на совещании в Доме правительства. На 1520 километров региональных дорог сейчас лишь две подрядные организации. В конце прошлого года они выиграли по два госконтракта на содержание дорог. Завестивший период стал очевидным, что сил и средств двух компаний недостаточны для выполнения содержания автодорог региональной сети надлежащим образом. Зачастую, ввиду нехватки единиц техники, материалов, подрядная организация не в состоянии оперативно реагировать на погодные условия и принимать меры по ликвидации ямочности и иных дефектах дорожного покрытия. Впрочем, с начала января они все же отремонтировали 1316 квадратных метров дорог, отметили в Чувашу-Прдоре. Остальную часть планируют восстановить к маю. Вообще, к концу года в нормативном состоянии должны быть не менее 46% всех дорог Чувашии. Это планы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Минтрансреспублики принял решение увеличить финансирование содержания региональных дорог почти в два раза. В прошлом году на это направили 390 миллионов рублей, в этом 700. Что будем предпринимать? Я думаю, что, во-первых, нужно будет провести совещание с этими подрядными организациями, встретиться с ними, обсудить их возможности. Может быть, они, эти организации, привлекут дополнительных субподрядных организаций для того, чтобы своевременно успевали обслуживать веренные им дороги. Чтобы ситуацию с дорогами не усугубляли большегрузы, с конца марта для них вводится временное ограничение на въезд в Чебоксары и Новочебоксарский проезд по региональным дорогам. Оно действует для машин с грузом более 16 тонн. Водители выбирают путь в объезд, либо приобретают специальные талоны. Полученные деньги администрации направляют на ямочный ремонт. Дорожные ограничительные знаки появятся на трассах в ближайшие недели. При этом правила не распространяются на перевозку пищевых продуктов, кормов для животных, лекарств и топлива. Контроль будут осуществлять на весовых пунктах, установленных на дорогах. Когда есть соответствующий контроль, мы автоматически уже создаем невозможным каким-то образом переступать нормы законной и нормативной атакой. В связи с этим, мне тогда просьба, Ваше Михайлович, в рамках предложения коллег из МВД, давайте тогда оперативно, прямо на днях, надо собирать межридностную комиссию. Там обсудят возможность проведения рейдов по проверке исполнения принятого решения, к ним привлекут силовые ведомства и общественный контроль. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Чебоксары вышли с инициативой о присвоении столицы Чувашии звания «Город трудовой доблести». Федеральный закон предусматривает такую форму отличия для муниципалитетов, внесших заметный вклад в фонд помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Напомним, Чебоксары приняли и ввели в строй десятки действующих эвакуированных предприятий, обеспечили их кадрами, в кратчайшие сроки перевели промышленность на военные рельсы. Тысячи раненых получили квалифицированную медицинскую помощь в четырех госпиталях Чебоксар. Мы бы хотели, чтобы память об этих людях сохранилась и в то же время, чтобы чебоксарцы выразили свое отношение к этому. Предлагаем Олег Алексеевич от общественной палаты и нас администрация города Чебоксары поддерживает, чтобы мы в день по голосованию Конституции, когда мы выйдем 22 апреля, чтобы чебоксарцы выразили свое отношение к предсвоению города Чебоксары в город трудовой славы. Власти Республики и Общественная палата Чуваши поддержали инициативу. Теперь необходимо оформить документы для участия в конкурсе. В июне Республика отметит свой вековой юбилей. В Ледовом дворце Чебоксара-арена прошло торжественное мероприятие в честь столетия образования Чувашской автономной области. Масштабное театрализованное представление затронуло основные вехи истории родного края. К столетию образования Чувашской автономной области приурочили грандиозное шоу. В яркой театрализованной постановке вся история становления республики и культурное достояние Чувашии. Старт праздничному марафону дал временно исполняющий обязанности главы региона. За вклад в развитие республики Олег Николаев вручил юбилейные медали митрополиту Варнави, народной артистке Вере Кузьминой и почетному гражданину Чебоксар Ивану Долгушину. Ну, как вы видели, ввиду того, что были все муниципалитеты, откликнулись все. Ну, и мне кажется, все даже вдохновились, потому что сама идея собрать вот всех на одной площадке, показать все разнообразие, прежде всего, пока только муниципалитетов нашей республики, идея, она, мне кажется, очень замечательная. И то, что вот мы здесь услышали, с одной стороны, краткую историю каждого муниципалитета, объединили в одну линию знаменитых людей, которые представляют эти муниципалитеты, конечно же, мне кажется, получилась очень интересная общая картина, пусть краткая, но достаточно содержательная. Впереди нас ждут не менее, скажем, важные дела, не менее важные задачи и, конечно, не менее значимые успехи. И все это мы можем сделать только вместе, Парле. Народная артистка СССР Вера Кузьмина стала одной из первых награжденных памятной медалью столетия образования Чуварской автономной области. Указ, временно исполняющий обязанности главы Чувашии, подписал несколько дней назад. Олег Николаев встретился с актрисой перед спектаклем в Чуварском драматическом театре имени Константина Иванова. Театр для Веры Кузьминой «Второй дом». Она провела в нем большую часть жизни, более 70 лет, и продолжает играть на сцене. Уникальный дар перевоплощения, высокий профессионализм, и неважно, какого плана ее роль, первого или второго. Русская и зарубежная классика, Чувашская драматургия, Вера Кузьмина органично во всех образах. В этот раз она исполнила роль жены Саньки в комедии Арсения Тарасова «Не сыграть ли свадебу?» В свои годы легендарная актриса полна творческих планов. В этом году в конкурсе «Лидеры России» появилось несколько специализаций. Одно из них – здравоохранение. Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов занял второе место в рейтинге и вошел в десятку суперфиналистов. Практикующий хирург. Он уже 10 лет руководит офтальмологической клиникой на Южном поселке. По его словам, участвователей нет в конкурсе, даже не было сомнений. Решение было принято безоговорочное. Много сил и времени Дмитрий Арсютов вложил в социальный проект «Здоровое зрение». Реализовать его в школах и детских садах помогли коллеги и волонтеры. Теперь там работают 28 пунктов охраны зрения. Аспект раннего профилактического лечения и, самое главное, методического пособия, которое мы даем детям на тех этапах, когда это еще может привести к неразвитию болезни, на этапах формирования близорукости, я считаю, что это очень серьезная работа. За отборочным туром – очный этап. Он предполагал решение различных кейсов. По словам самого Дмитрия Геннадьевича, ему помог многолетний опыт управленца. Естественно, многие из предложенных заданий были решены уже полно или частично на местах, в том числе и в нашем учреждении. Мы имеем большой опыт неких новаторов, которые позволяют нашему коллективу и, в принципе, нашей специальности в тельмологии быть где-то, наверное, на полшага впереди. Большое внимание в клинике уделяют модернизации оборудования. Правильная диагностика помогает вовремя начать лечение и вернуть зрение. Его очень отличное качество – это быть первым во всем. Это касается и операции, это касается общественной жизни. Он заряжает нас своей энергией, позитивом, энтузиазмом. Напомним, что всего в этом году для участия в конкурсе лидеры России подали заявки более 9 тысяч управленцев. Дмитрий Арсютов будет представлять Чувашскую республику в суперфинале конкурса, который пройдет в конце марта в Сочи. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарские водители шутят. Заезжать на территорию центральной городской больницы в Чебоксарах опасно для здоровья вашего автомобиля. Состояние проездов вокруг медицинского учреждения такое, что в яме можно оставить подвеску. Исправить ситуацию должны к этой осени. Ольга Пырочкина подробнее. Приехал лечить одно, пока лечил другое. Свой автомобиль. С такими жалобами в администрацию центральной городской больницы обращаются пациенты. Ну, ямы какие, смотрите. Да. Ага. Чебоксарах не едет на такой дороге. Подвески разбиваются по этим дорогам, по таким дорогам. Ой, асфальт страшный асфальт. В нашем современном мире по такому асфальту ездить на таких машинах – это вообще ужас. Вот я на лечении ездию, через день, через два приезжаю сюда. Как приезжают, у меня это самые мурашки идут. Ямочный ремонт здесь проводят регулярно, однако хватает его ненадолго. Дело в том, что помимо такси, автомобилей пациентов и врачей, через территорию больницы заезжает тяжелая техника городского водоканала и транспорт одной из управляющих компаний города. Их офисов в соседних зданиях и другого варианта заезда на данный момент просто нет. Этот вопрос сейчас решают в столичной администрации. Ну а руководство больницы готовится в очередной раз провести ремонт. Планы в этот раз масштабные, деньги выделили из республиканского бюджета. Выделена сумма около 10 миллионов на капитальный ремонт асфальтно-бетонного покрытия нашей территории. В рамках этого капитального ремонта будет замена асфальтно-бетонного покрытия, замена бордюров, ремонтные работы лестничных маршей. Также будут организованы отдельные въезды, отдельные ворота и шлагбаум. Аукцион для подрядчиков уже стартовал. Закончить работу должны к концу сентября этого года. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Республике стартовал ежегодный марафон именем детства во имя детства. Об этом было объявлено в ходе круглого стола, организованного Союзом женщин-чувашии. Благотворительная акция проводится с 1995 года. Полученные средства, как правило, уходят на срочную социальную помощь малообеспеченным семьям, поддержку юных талантов, единовременную помощь на лечение и многое другое. Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу город Чебоксары, улица Петрова, дом 7, или позвонить по телефону 62-89-42. Деньги в поддержку марафона можно также перечислить на расчетный счет фонда. В Урмарском районе в деревне Большие Чаки живет мастер по обработке дерева и изготовлению из природного материала предметов интерьера и мебели. Моя коллега Наталья Мальчикова расскажет, как в руках настоящего мастера дерево обретает новую жизнь. Из дерева сделать можно все, считает Леонид Николаев. Его самый любимый материал – дуб. Несмотря на свою крепость, эта порода поддается самым смелым фантазиям мастера. Причем изделие получается, как говорится, без сучка и задуринки. В прямом и переносном смысле. Дуб – это священное дерево нашего народа, чуварского, суваро-булгарского народа. С древних времен наши предки почитали это дерево как защитника, источника энергии, вдохновения. Дуб – очень твердый материал, очень долговечный. Вот у нас есть стул 1822 года, по-моему, сделанный нашими предками. Больше двух месяцев работы и около десяти бревен отменного дуба ушло на эту лестницу. Материал привезли из Краснодарского края. Изящные и красивые предметы интерьера не раз приносили победу в различных конкурсах. Леониду Николаеву помогают сыновья с малых лет. Они перенимают опыт и секреты ремесла. Я занимался под сбором материала дуба. То есть его склейкой. Это сложная технология. И мой брат вот эти узоры сделал. А я занимался шлифовкой и покраской. Готовые изделия красят. А это еще более долгий и кропотливый процесс. Но он придает изделию особый шарм. Здесь семь слоев краски. Первый слой морилка. Второй слой грунтовочный. Третий слой здесь покрашено кроколетом, который создает эффект трещинки. Мы как бы искусственно состариваем предмет. Мастерская пахнет тонким ароматом дерева. Здесь привычные обретают новые формы. Тончайшие узоры, похожие на чувашскую вышивку. По оригинальному почерку узнаются исторические корни. Это традиционный суворумовский ковш, который с древних времен использовали наши предки. Здесь на этой работе, вот видите, мой родовой знак. Это можно и детям, и внукам оставить. Так Леонид Николаев создает летопись своей семьи. Писать ее обязательно продолжат следующие поколения. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев. Республика. Хоккейный клуб Чубаксары одержал две победы в Красноярске в серии плей-офф. Богатыри обыграли хозяев льда красноярские рыси сначала в овертайме со счетом 1-0 и во втором матче со счетом 3-2. Теперь им нужна еще одна победа, чтобы выйти в полуфинал. Пока ребята ведут со счетом 3-1 в серии с аутсайдером первенства ВХЛ. 12 марта в Чубаксаро-арене наши хоккеисты могут оформить путевку в полуфинал или продлить четвертьфинальные игры еще на 1-2 матча. Это главные новости к этому часу. Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин